Работает информационная служба канала РТВ, меня зовут Сергей Кения, я вас приветствую. Личность смертника установлена, расследование теракта продолжается. В Следственном комитете России раскрыли некоторые детали дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. По версии силовиков, бомбу привел в действие один из пассажиров, имя которого, впрочем, в интересах следствия пока не разглашается. Согласно данным ведомства, останки предполагаемого террориста обнаружены в третьем вагоне поезда, ехавшего от станции Синная площадь к станции Технологический институт. Имя человека, который мог привести в действие бомбу, тем временем назвали в Бишкеке. Теракт мог устроить 22-летний Акбаржон Джалилов, выходец из Кыргызстана с российским паспортом, заявили в Госкомитете национальной безопасности республики. Вместе с родителями уроженец города Оши, судя по всему, этнический узбек, якобы переехал в Россию в 2011 году, но после семья вернулась на родину, а подозреваемый остался. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что к трагедии причастен гражданин Казахстан, однако в Астане ее опровергли. В Следственном комитете России призвали воздержаться от разглашения деталей расследования. Следственный комитет России вновь обращает внимание общественности на то, что все достоверные данные о ходе и результатах предварительного расследования могут исходить только от официальных представителей ведомства. Преждевременное обнародование каких-либо сведений о лицах, причастных к совершению преступления, может навредить ходу расследования. Тем временем некоторые детали тракта сегодня раскрыл машинист поезда в одном из вагонов, которого прогремел взрыв. Александр Каверин рассказал журналистам о своих действиях во время взрыва. Произошел хлопок, запыление. Я связался с диспетчером, сообщил о ситуации. В этот момент стали поступать сообщения непонятные по связи пассажир-машинист, потому что одновременно говорили все во всех вагонах. В Следственном комитете между тем сообщили, что накануне в Петербургском метрополитене мог прогреметь еще один взрыв. На станции Площадь Восстания была обнаружена неразорвавшаяся бомба. Ее удалось обезвредить. Отмечу, что в результате теракта погибли, по последним данным, 14 человек. Около 50 пострадавших госпитализированы. Тот факт, что теракт в метро Санкт-Петербурга был совершен в момент, когда в городе находился Владимир Путин, заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, можно ли воспринимать взрыв как личный вызов российскому президенту. По словам пресс-пикера, любой террористический акт есть вызов для каждого, в том числе и для главы государства. При этом Песков добавил, этот вопрос – предмет для анализа спецслужб. О главу МИДа России Сергея Лаврова журналисты попросили прокомментировать другую версию о том, что теракт в Петербурге – месть в Москве за военную операцию на Ближнем Востоке. Цинично, подло, наверное, больше даже не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения. На юге России тем временем расследуют убийство полицейских исламистами-ваххабитами. Губернатор Страханской области Александр Жилкин провел экстренное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в связи с инцидентом, произошедшим минувшей ночью. По его словам, группа радикалов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на отряд ДПС. Они несколько раз выстрелили в сотрудников ГИБДД, забрали табельное оружие и скрылись. Губернатор сообщил, что круг подозреваемых в совершении преступления уже установлен. В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили, что в убийстве полицейских подозреваются 8 человек. Источники в силовых структурах сообщают, что по меньшей мере четверо из них уже задержаны. Куртка о других важных темах. Не те мосты навел. Президент России уволил с должности главу Удмуртия в связи с утратой доверия. В отношении Александра Соловьева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Высокопоставленного чиновника доставили в Москву для допроса, предъявления ему официального обвинения и решения вопроса об избрании меры пресечения. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организации, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за обеспечение внеочередной незамедлительной оплаты работы с федерального и регионального бюджетов, а также за выделение лицензии для геологического изучения участка нетр на разведку и на добычу песка. Решительный протест Киев потребовал от Москвы отменить военный призыв в Крыму. Медукраина считает, что служба жителей временно оккупированной территории в российской армии противоречит нормам международного права. Это была цитата. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году в рамках весеннего призыва в армию крымчане впервые будут проходить военную службу во всех регионах страны. В армию в ходе весеннего призыва планируется отправить 142 тысячи человек, включая 2,5 тысячи жителей аннексированного полуострова. Граница 2017. Украина начала масштабную спецоперацию по контролю на своих рубежах. Мероприятие проходит совместно с европейским агентством Frontex и охватывает 15 приграничных областей за исключением зоны АТО, а также Киев. Операция Госпогранслужбы продлится до 30 ноября. Основная цель Украины и структур ЕС – снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе в приграничных районах и областях. Ответная критика. Не лезьте в дела страны. Украина требует от организаторов Евровидения не вмешиваться во внутренние дела государства и уважать его суверенитет. Таким образом, Киев отреагировал на заявление генерального директора Европейского обещательного союза Ингрид Делтенре о возможном бойкоте песенного конкурса странами Старого континента. Скандал продолжается из-за отказа пускать на Евровидение Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила представительнице России въезжать в страну из-за того, что певица в 2015 году выступала в Крыму. Пока на этом все. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин